Друзья, добрый день! Мы снова вместе на канале Доктор Гинсбург. Мы продолжаем наш разговор о здоровье, стройности и долголетии. У нас на канале есть ролик о жирении печени. И этот ролик только за последние две недели посмотрели 50 тысяч человек. Проблема действительно большая. И речь продолжить. Ну, во-первых, очень много было вопросов, касающихся, а что делать? Что, может быть, какие-то есть лекарства. Называлось множество препаратов на основе фосфолипидов. Ну, эссенциали, например, фосфоглиф вот такие. Помогут или нет? Вот. Нам немножко надо сейчас вернуться к сути этого заболевания. Значит, жировой гепатоз, ну или жировая дистрофия, или ожирение печени. Это своеобразная реакция печени, по крайней мере, на первых стадиях. Своеобразная реакция печени на нарушение обмена веществ. Нарушение обмена веществ довольно частое. Ожирение, особенно так называемое абдоминальное ожирение, избыток жира в брюшной полости. Такой порой даже достаточно, чтобы небольшой был животик. Называют также процесс инсулинорезистентности, процесс тканевого воспаления. То есть это все такие вот возрастные болезни или болезни круга метаболического синдрома. То есть ожирение печени на ранних стадиях это одно из проявлений метаболического синдрома. А далее мы тоже говорили, где избыток жира присоединяется в воспаление, гепатоз переходит в гепатит. Это начинает далее сопровождаться разрастанием соединительной ткани, изменением архитектуры печени, анатомии печени. И дело переходит в цирроз, тотальную печеночную недостаточность и так далее, в том числе и может быть карцинома печени. И вот по показателю цирроза вот это самое ожирение печени, жировой гепатоз вышел сейчас на первое место. То есть ожирение становится первой причиной цирроза печени и недостаточности печени. Ну и поскольку уж такие цифры, что в целом на эту болезнь приходится процентов 14-15, а в возрастной группе старше 40 лет все 30 процентов, а среди людей с заболеванием, с ожирением порядка 50 процентов, понятно, что представленность, выраженность болезни довольно большая. И в прямой встает вопрос, что делать. Первое, надо делать все, чтобы избавиться от ожирения. Второй момент, надо делать все, чтобы нормализовать обмен веществ. И третий момент, надо делать все, чтобы снизить тканевое воспаление. Вот мы сейчас по пунктам и пойдем. Первое, ожирение. Ну часто бывает ситуация, когда как таковое ожирение не выражено. Ну, например, мужчина метр восемьдесят, вес восемьдесят пять, но вот эти последние пять килограмм он набрал, ну сравнительно недавно, за последний год-два. И вот порой вот этих небольших пяти килограммов вполне достаточно, чтобы так вывихнуть ему обмен веществ, что избыток жира начинает накапливаться в печеночных клетках. И тогда даже в этом случае поможет избавиться вот от этих пяти килограммов. И я уже не говорю о том, что избыток может быть и 30 килограммов, и 40 килограммов, но все равно, как ни парадоксально, порой пяти минус десяти килограммов вполне достаточно, чтобы нормализовать ситуацию с обменом веществ в печени. То есть нам требуется похудение, порой небольшое, порядка пяти-десяти процентов от исходной массы тела. Как похудеть? Вот я в последнее время могу как-то так вот уже с уверенностью сказать, что для похудения очень хороши низкоуглеводные диеты. Их еще называют кетогенные диеты. У нас есть программа пошагового погружения в эту диету. Вы можете на нашем канале найти эти ролики. Я, наверное, даже ссылочки сделаю в описании. Вот посмотреть, примерить. Очень удачный момент. И здесь тоже вот такой часто возникающий вопрос. Ну как же так? Это низкоуглеводная диета, это диета с высоким потреблением жира, подчеркну именно жира, а не белка. Не будет ли вот этот жир накапливаться в печени? Нам опять надо вернуться к патогенезу жирового гепатоза и сказать, что основное в патогенезе это как раз общее ожирение и избыток быстрых углеводов в пище, сахаров в частности и фруктозы. Давайте теперь про второй момент. Как нам нормализовать обменную ситуацию в диете? Значит, первый момент. Это очень жесткое и последовательное ограничение сахаров и еще таких продуктов, как рис, картофель и белый хлеб. Ну и, естественно, булки, булочки, выпечка и так далее. Второй момент. Очень важно ограничить так называемые плохие жиры. Плохими жирами оказались в том числе подсолнечное масло, кукурузное и соевое. В отличие от хороших масел, это вот оливковое, масло авокадо, льняное масло. Тоже на это обратите внимание. Очень плохой жир. Это так называемые трансжиры искусственного происхождения, проще говоря, гидрированные или маргариновые жиры. Ну, они как-то у нас, я надеюсь, уйдут вместе с выпечкой, тортами, мороженым и так далее. Вот. Очень важно нормализовать обмен кишечной микрофлоры. То есть кишечная микрофлора должна быть хорошей. Два момента. Мы едим очень много пищевых волокон, ну, в частности, овощей. Один-два фрукта в день. Вот. И плюс мы едим, ну, очень хорошая вещь, кстати, квашеные овощи. Капуста квашеная, моченые яблоки. И плюс, конечно, продукты, богатые пробиотиками, типа кисломолочные. Кефир, ряженка. Очень важно, чтобы это были местные продукты с коротким сроком годности. Желательно, чтобы они были разные. Вот. Ну, и момент еще, в общем-то, противовоспалительный. Противовоспалительный момент уже достигается и нормализации кишечной микрофлоры, и второе – это присутствие в диете, ну, в частности, рыбьего жира. Хотя бы одна чайная ложечка в день, лучше две. Витаминов группы В, в частности, В6, В9, В12 – это может быть в добавочках. Вот. И витамин Д, ну, он, собственно, может и с рыбьим жиром у нас прийти, ну, и тоже может быть в какой-то добавочке, ну, например, там есть добавочки вместе с кальцием витамина Д. Вот. И очень важно далее – контроль. Контроль достигается по УЗИ. Ну, там, раз в полгода смотрим, как печеночка выглядит на УЗИ. Там довольно надежные показатели жирового гепатоза. Вот. И смотрим по жировому обмену. Нам важно, чтобы в жировом нашем, в крови, было мало триглицеридов, было мало инсулина, обратите внимание, было мало липопротеидов, связанных с холестерина, связанного с липопротеидами низкой плотности. Ну, и желательно, чтобы немножечко у нас, ну, и чтобы общего холестерина было поменьше, вот. И чтобы немножечко поднимались липопротеиды высокой плотности. Ну, это так называемый хороший холестерин. Вот, пожалуй, все. Пожалуйста, обратите на это внимание. Действительно, жировой гепатоз по последствиям довольно неприятная вещь. А в плане лечения, особенно вот на стадии именно гепатоза, до гепатита, больших проблем не вызывает. И лучше это лечение провести. Ну, и оставайтесь с нами. Пишите в комментариях, какие у вас есть пожелания относительно новых тем. Будем их рассматривать. Всего доброго. До свидания.